Мы заклеили. Нет, она... Да нет, я сам заклею. А, всё, понятно. Маска бы могла помочь. Все в масках сфотами себя будет нормально. Нет? Много отпечаток снимается не с лица, это не изображение в целом. Это фиксация структур. У нас в камере стоит зеркальная... У нас в камере зеркальные. Почему? Потому что зеркало является первичной, самой первой общей энерголовушкой. У нас почему говорят... Ну, почему вот в России повсеместно говорят, нельзя возвращаться домой и так далее, ну, когда вот уже ушёл. Вот. Или если вернулся, нужно посмотреть в зеркало. Как бы никто не задумывается, почему вообще откуда пошла эта традиция. А дело в том, что зеркало запоминает последний энергоопечаток, владельца и так далее. И в случае, если кто-то чужой придёт в дом, то он увидит этот отпечаток, он будет спроецирован. Вот. И как бы считается, что вор испугается, потому что он увидит присутствие, почувствует и уйдёт. А если мы возвращаемся туда-обратно, то есть если мы возвращаемся куда-то, мы забираем с собой энергию. Вот. И вот это вот зеркало на входе всегда, это просто фиксация такая, скажем так, система сигнализации первозданная. Очень интересно. Так, это было сбоку. Теперь вернёмся всё же к тому, значит, системы, значит, вы уже поняли, что все системы существующие, они структурные, они работают на подавление, и они запитаны на одного человека сверху, так? То, что мы прописываем, это просто правовое поле, то есть, грубо говоря, заветы, там коны, каноны, законы, то есть с чего оно вообще всё состоит. Вы делаете, значит, заявляете о себе, кто вы, что вы, то есть это целая процедура, вот, и потом вы абсолютно автономны. После этого на вас не смогут совершить наезд ни одна система. Дальше вы просто выбираете, с какой системой вы сотрудничаете, то есть в какую входите. Мы, естественно, предлагаем свою, потому что больше светлых систем мы не нашли. То есть они все жёстко фиксируют тебя вот как документ, и рассчитано на то, что когда тебе выдаётся документ, то ты есть вот это. И все многомерные структуры переводят вот так в плоскость. У нас этого не происходит, потому как мы во всех документах заявляем, что сейчас мы, к примеру, можем быть и вот этим, и вот этим, и вот этим, то есть это как маски, но мы не оно. То есть развивающийся невозможно зафиксировать, потому что это жизнь. Это один из основных конов мироздания. Я есть то, что я есть, и я могу стать тем, чем пожелаю стать. Идёт одновременно фиксация и возможность развития. То есть мы не отождествляем себя с какой-либо конкретной точкой. Мы говорим о том, что в любой момент мы можем стать чем-то большим или измениться. И что в основе всего этого лежит исключительно наше желание или намерение. Да, значит, первое, что мы предлагаем сделать, это вот прям сделали кейсы, значит, это удалить ваши персональные данные. Вот, второе, как грамотно общаться с полицией. То есть так, чтобы не просто к вам претензий никаких не было, а чтобы вас невозможно было посадить. То есть там в курсе две очень хитрые бумаги от МВД, они сами же выдают эти бумаги на руки, вот, и из Госархива. Значит, там курс лекций, разбираем полностью Конституцию на запчасти, и Федеральный закон номер 3 о полиции. Вот базовое понятие любой системы, я его сегодня отдала, но на самом деле очень мощное, любой юридический документ читается только так, как он написан. И если вы в документе видите, что бумага относится к гражданину, то значит только при наличии гражданства данной страны этот документ на вас распространяется. Если там указан, например, водитель, а у вас даже машины нет вместе с правами, этот закон будет на вас действовать? То есть вы не являетесь автовладельцем, правильно? Значит, нет. Если это относится к гражданам Лулумбы, а вы граждане Российской Федерации, то, соответственно, этот документ к вам не будет никакого отношения иметь, так? Так даже почему, когда вам дают документы и там вписано, допустим, либо гражданин, либо же человек, либо же физическое лицо, почему вы считаете, что это к вам относится? То есть, имея соответствующие документы, что вы не это, и показывая это системе, вы, соответственно, избегаете очень многих неприятностей в жизни. Понимаете? Да. Если, допустим, как вы говорите, произойдет это изменение документальное, скажем, на пределах Российской Федерации, если я уже заявляю, в ней есть свой статус, в пределах других стран, как это? Российская Федерация, это федеральный закон о гражданстве, предполагает под собой наличие двух и более гражданств. То есть, вы спокойно ходите с паспортом Российской Федерации, показываете, где вам необходимо будет, так? То есть, пока не научитесь пользоваться другими документами. Ну, как-то так. То есть, я думаю, что это... Ну, допустим, вот у меня есть гражданство Российской Федерации, я вступаю в роли резидента другого государства, какого-либо, неважно. Соответственно, там до получения паспорта, допустим, 5 лет условно, я в каком статусе буду пребывать? Как, ну, по тому описанию, как вы рассказали, на пределах Российской Федерации, на пределах другой страны. Будет это взаимосвязано, либо нет? Значит, прежде всего, что такое резидент? Резидент — это тот, кого внесли, значит, в учетные записи для взимания налогов. Зачем вам этот статус? Ну, для проживания, чтобы не иметь визового какого-то подтверждения. То есть, или, возможно, еще больше решений. При выходе из статуса физического лица необходимость в визах и прочих документах для пересечения границ, каких-либо разрешений и так далее отпадает полностью. Если ты дееспособен, ты являешься полностью дееспособным и правоспособным, ты не обязан основываться на чьем-то мнении, на чьем-то решении и не обязан брать у кого-то разрешение на свои действия. Ты дееспособен, то есть ты сам распоряжаешься своими действиями, своей жизнью и своей судьбой. Как это фигурировать будет на паспортном контроле? На паспортном контроле в зависимости от статуса, который получен. Либо, если это идет в ход в другую систему, вот как предлагаем мы на первичном соответствии, то это будут просто документы другой системы, которые отражают, как именно с вами можно, а как нельзя, то есть то, что у вас отдельный вход. Если мы говорим о высших статусах, то есть если человек им соответствует, то есть уже не является человеком по определению, то граница пересекается, просто назвав имя. Уведомляются специальные органы, совершается звонок о том, что тогда-то, тогда-то, нужно туда-то, туда-то, требую предоставить отдельный вход и так далее. Спровождается лично на борт самолета, багаж не досматривается, вы тоже не досматриваетесь, и один из пунктов такого вот взаимодействия это то, что ни с кем нельзя говорить, потому что им не по статусу контактировать с лицами такого статуса. То есть ты туда приходишь, тебе спрашивают, вы та-та-та-та? Называют имя. Называют имя, вы это имя. Вот. Просто кивком головы указывается жестом, и всё идётся дальше. То есть выдаётся сопровождающий сразу, и в принципе это не через парадный вход, скажем так, делается. Без очередей, без рамок, без всего. И это именно международный уровень, то есть это не в рамках Российской Федерации. Почему я ещё, как бы, ну, сейчас будем, ну, презентуем свою систему, ещё отличие. Дело в том, что сейчас формируется, все уже видели, QR-коды, общая всепланетарная система, которая поглощает государство и делает электронную, как бы, такую вот фиксацию, зависимость. Нам это не подходит абсолютно, мы в этом жить вообще не хотим. То есть все государства мира, ну, грубо говоря, там, коммерческие фирмы, они переходят на эту систему. Дальше, как с неё выпутываться, я даже не представляю, вот, и поэтому вовремя сделанные документы о том, кто ты и что ты и соответствие им, вот, думаю, что в недалёком будущем ну, просто многим даст нормальную жизнь, потому как уже сейчас те, кто не хотят пробуждаться, будут пробуждены как это? Принудительно. Принудительно, да. Им один из механизмов, это пробудить финансово. То есть человек, допустим, всю жизнь платил налоги, там, такая-то сумма, сейчас приходит раз в 10 больше. Это их не пробуждает. В смысле, пробуждает ещё и как. У меня семья такая. Нет, у меня сейчас, они просто, может быть, не знают, потому что, зная обо мне, вот, ко мне люди обращаются, и мы вообще легко решаем этот вопрос. Это если знают. Да, это если знают, поэтому мы ведём беседу. просто так никто не приходит, тоже. Все встречи не случайны. Ну вот, я как раз хотела уточнить, почему люди пробуждаются, на моём примере, например, да, я жила в этом колесе, в своём ходила, там, на работу, как обычный человек, и тут ни с того, ни с сего, просто, ну, на каком-то, да, событии, я начинаю понимать, что вообще мир может быть другим. но у всех по-разному, то есть, у кого-то это заложено в контрольных точках, которые он прописывает, прежде чем сюда прийти, то есть, чтобы вот тогда-то, тогда-то, если к тому моменту я сам не проснусь, не пойму, что вообще происходит, то, не знаю, там, мне нужно, чтобы произошло то-то, то-то со мной, чтобы вот меня так стукнуло, как говорится, чтобы вот я прям прозрел, осознал, что, аааа, так, выдохнул, это вот обычно так люди ощущают, что вот резкая вспышка идёт именно осознание, это именно, когда срабатывает контрольная точка, то есть, они прописали себе первоначальный механизм, так как мы, большая часть людей приходит со стёртой памятью, души оставляют себе вот такие вот контрольные точки в том числе, вот, плюс, сейчас идёт достаточно такая, радостная тенденция, скажем так, на повсеместное пробуждение, то есть, за счёт того, что на энергоструктуры системы действующей даётся больше энергии, чем раньше, и это количество постоянно возрастает, и количественно, и качественно, всё больше и больше и больше лампочек начинают получать достаточное количество питания и начинают загораться тут, там, здесь, и за собой, как нейроны возбуждают других, зажигают, пробуждают, то есть, тут и такие, и такие процессы идут, но просто нужно осознавать, какие задачи у конкретного. Вы сказали, сейчас это явно проявляется. Но 10 лет, как мы вышли из тёмной зоны, то есть... Да, то есть, вот этот вот период, он просто очень показательный, то есть, если взять, там, даже 80-е, когда вроде как, всё хорошо, всё отлично, строим страну и так далее, олимпиада, но всё ровно, то есть, все равные, никто вот, ничего вот так вот, всё под... Энергии нету. Все под одной гребёнкой, потому что все на одном энергоуровне, вот, то есть, вот все, как бы, мимикрировали друг под друга, а вот последние 10 лет, вот это вот неравенство становится очень видным, то есть, начинают расти какие-то показатели, у кого-то где-то так, вспышечки, 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 то есть, энергии больше, и изменяются те, кому именно она доступна. По границе, кому она доступна жива? Да, но, в принципе, у души, душа является, скажем так, своего рода сосудом, который накапливает опыт за воплощение, и, как следствие, определённый энергопотенциал, ну, вот, если бот брать, то его пробуждение, в принципе, невозможно? Возможно, но оно может быть инициировано только душой, ну, то есть, даже не душой, а вот именно, когда уже человек дошёл до стадии Бога, то есть, когда он себя полностью контролирует и собой управляет. В боту можно поселить искру души, но тогда ему будет необходимо постоянное нахождение рядом с живыми, чтобы остаться вот в этом вот, боли, чтобы искра прижилась и начала раскрываться самостоятельно. Тогда это будет вот зарождение очень молодой души. У меня уже был такой опыт, вот, Ариан, помнишь, значит, где это было на Красной Поляне, ко мне вот сам подошёл. То есть, мы сидели... Да, он вот так разгрёб всех, сел со мной за стол и говорит, а я с трудом понимаю вообще, что? То есть, перед этим он пытался петь на гитаре, достаточно электронная такая, нечто, мы как бы его успокоили, что не надо. Он говорит, а я вот, понимаете, был там на каком-то, он долго рассказывал в семинаре, я говорю, ну, дальше, дальше, дальше. Он говорит, вы понимаете, там вот я накурился, я начал ощущать руки, что я тело, говорит, мне что, говорит, теперь всю жизнь накуриваться? Тут я уже вышла из этого самого, то есть, он мне что-то бубнил, 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 думаю, что? Говорит, ну, как мне жить? Вот с этим совсем? Я, говорит, я не понимаю, я, говорит, что-то не то. То есть, бот сам себя осознать не может, но то, что с ним что-то не так, он понял чётко. И момент такой, у меня было два таких бота, когда действительно мне этот самый, тогда я искру души дала, я очень внимательно смотрю, чтобы с ними были живые. Вот, то есть, чтобы эта искра не угасла. Не затухла, да. Да, то есть, такое возможно. Но то, что у него был конкретный запрос, меня вообще это потрясло, я просто всем сказала, замолчайте, ну-ка, слушайте, вот что говорит этот человек. Многие были в недоумении. Вот, у всех живых, кто столкнулся с антитрой,